Выбирать уполномоченных по правам студентов будут в 23 регионах страны. Этот проект пилотный. В Самаре он проходит на двух экспериментальных площадках. В Самарском университете и в Московском педагогическом. Вузы выбирали так, чтобы они были разными, в том числе по количеству учащихся. Узнав, что в вузе появится уполномоченный по правам студентов, Никита Демент теперь подумывает участвовать в выборах. Правда, пока не уверен, справится ли. Говорит, помогать учащимся работа не из легких. Это большая ответственность, потому что нужно за всем следить и отзывы каждого проблемы решать. Очень много, я думаю, будет проблем. Защитником прав студенчества в конкретном вузе может стать любой учащийся дневного отделения в возрасте от 18 до 30 лет. Чтобы выборы прошли по всем правилам, в каждой высшей школе будет сформирована молодежная избирательная комиссия. Сначала студентам-активистам необходимо собрать подписи. По результатам отберут не больше трех кандидатов, которые и получат право вступить в настоящую предвыборную гонку. Встречи с избирателями, а это только студенты вуза, а гидкомпания доказывает, что лучший придется по всем законным жанрам. Поскольку любой кандидат из числа студентов будет собирать в свою предвыборную, так сказать, программу некие наказы, именно проблематику студенчества данного вуза, для нас, для всех потом, для молодежных общественных организаций нашего региона, это совместный плод дальнейшей работы с органами незаконодательной и исполнительной власти. Мне представляется, что основная его задача – это собирать обращения, неудовольствия. У меня вот в супе, в столовой обнаружен волос, да, придумайте что-нибудь, чтобы такого больше не повторилось. И вот этот человек эти просьбы собирает, обращается уже непосредственно в службу питания или там к проректору по кампусу студенческому. По мнению организаторов проекта, студенческие выборы помогут сформировать у юных кандидатов и избирателей активную гражданскую позицию, выработать чувство ответственности и понять, что от их решения многое зависит. Выборы уполномоченных по правам студентов пройдут в единый день голосования 18 сентября. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Дмитрий Мешканцов, События.